24 февраля Россия напала на Украину. В тот же день активисты Аршак Макичан и Полина Олейникова сыграли свадьбу, которую они превратили в антивоенный перформанс. Через несколько недель пара уехала из России, чтобы подышать свободным воздухом и вернуться назад, рассказывает Аршак. Но недавно он узнал, что в России его хотят лишить гражданства. Мне изначально пришло оповещение на госуслуги, что есть какое-то дело гражданское. Я вообще не понял, про что это. И я проконсультировался с юристами, мне скинули текст иска, я вкратце его прочитал и понял, что у меня хотят лишить гражданства. Аршак армянин, но всю жизнь он прожил в России. И никакого другого гражданства у молодого человека нет. Подобные угрозы в его адрес приходили и раньше, когда он собирался баллотироваться на выборах в Госдуму летом прошлого года. И он, и его защитники считают, что это политическое дело. С правовой точки зрения оно уникальным не является, потому что система отмены решения о приобретении гражданства, она очень уже давно отработана и применяется. И в судах люди выигрывают и проигрывают, разные есть дела. Но в этом конкретном деле я, конечно, думаю, что совокупность тех материалов, которые мы видели, она указывает на то, что оно необычное. Потому что сразу два основания, утрата документов фигурирует и заведомая ложность сведений. Это не характерно для таких дел. Но вот именно к политическому активисту впервые такой механизм, такая схема применяется. Аршак Макичан – один из самых известных российских соратников Греты Тунберг. Три года подряд он стоял в одиночных пикетах в защиту климата в России. И здесь, в Европе, он требует введения эмбарго на российскую энергию. Климатические вызовы для него не отошли на второй план из-за войны. Как раз наоборот. В Германии Аршак и другие активисты из Польши и Украины пытались встретиться с властями, но безуспешно. Кроме того, виза молодого человека скоро истекает. А в Россию ему пока возвращаться опасно. Но от российского гражданства и своей причастности к стране он отказываться не собирается. Я считаю, что у них нет права меня лишать гражданства, потому что они сами преступники, они должны сидеть в тюрьме. Такие люди, как я, должны восстанавливать Россию. И мы есть настоящая Россия, Россия будущего. Дело против Макичана может стать опасным прецедентом. Ведь таким образом гражданство можно будет лишить практически любого россиянина с миграционными корнями, считает активист и его защитники.